всем привет дорогие друзья фриги викинг тим ребята всем хорошего настроения я тут немножко прогуливал youtube отсутствовал на нем были дела важные дела но сегодня решил реабилитироваться сразу залетаю как появилась возможность с новым интересным видосом как вы уже поняли мы находимся с вами в кузне и поэтому речь пойдет у нас о шмоте поэтому с этим видосом я открываю первую часть рубрики во что одет рэпер или сколько стоит твой шмот но если серьезно ребята у нас есть вот такие схемы подготовленные на все три вида войск на каждое отдельное сделаю видео пускай она будет небольшим но отдельным потому что все говорят вот тип большое смотреть но не так круто информация теряется здесь есть возможность разбить это все на три вида войск на три видео небольших поэтому именно так и поступим но вначале прежде чем перейти к обзору базового набора снаряжения для free-to-play игроков именно так я его буду называть почему я делаю именно упор на такое название я вам тоже сейчас по порядку все расскажу по критериям вот прежде чем к этому перейти хотел бы передать огромный привет гуд лайку и вырасти мой огромный респект от себя потому что он мне помог оформить вот такие вот схемки для помощи игрокам они будут находиться помимо того что на моих видео но еще они будут находиться в моем новом дискорде ссылочку на дискорд вы найдете под этим видео если вам есть необходимость туда прийти и позадавать вопросики пообщаться по файнца в общем вступить в нашу большую тиму в дискорде обязательно переходите по ссылочке внизу в общем ребята поехали сейчас я вам расскажу почему же я сделал акцент к названию базовый набор снаряжения для free-to-play игрока и раскидаю все это по критериям базовый это значит именно та самая база от которой игрок должен уже отталкиваться и улучшать свое оборудование в дальнейшем свой шмот смотрите что будет включать в себя базовый набор в первую очередь первый критерий это доступные чертежи чертежи которые мы можем получить в принципе очень доступно с каких-то ивентов откуда они выпадают если мы кого-то там лупим до либо же покупаем у торговки ну в общем все что очень доступно здесь у нас встает вопрос какой же по цвету шмот в принципе доступен доступен многие честно ну золотой конечно там все это посложнее часто фиолетовый шмот по чертежам не очень доступны но есть фиолетовый шмот который очень доступен в принципе вот но включать мы его не будем в данный цикл видео именно по базовому набору потому что у нас есть еще второй критерий это материалы материалы количество материалов материалы крафтятся достаточно долго и поэтому исходя из 1 2 критерия чертежей материалов сделаем вот такой ход мы в базовый набор не будем брать не фиолетовый не золотой шмот только то что очень доступно есть у нас третий критерий третий критерий это про фитность при первом и втором критерии то есть при доступность чертежей и доступности крафта материалов это максимальная профитность это будет третий критерий все это свой со к тому что в базовый набор мы не включаем фиолетовый золотой шмот и кто-то может задать вопрос да почему фреги в free to play игроков он есть они могут себе позволь они могут позволить но когда мы начинаем свой аккаунт когда мы только начинаем игру в первом промежутке так сказать развития своего аккаунта вот этот шмот который я ввожу в базовый он уже в принципе практически весь очень доступен и мы можем его использовать использовать успешно и он даст нам профитность для своего аккаунта а вот как я уже сказал фиолетовый золотой шмот мы будем вводить когда уже подкачаем свой аккаунт именно в тот базовый набор который я вам предлагаю в общем сегодня будет обзор по пехоте поговорим о на базовом наборе на пехоту в первую очередь обратим внимание на то что я вам предлагаю и рассмотрим какую-то альтернативу чем же можно например вот это в базовом наборе который я вам предложил чем же это можно заменить еще но при каких-то обстоятельствам если вам это потребуется поехали шлем феникса шлем феникса зеленый соответственно крафт он очень легко вообще без всякий проблем три с половиной дня как вы видите написано здесь составит крафт это именно материалов для данного шлема у каждой вещи вы видите есть временной ну как бы подписан временной отрезок сколько это дело будет крафтся при условии что вашей кузнице это будет крафтиться но стопом то есть материал будут постоянно загружены и будут крафтся но этот отрезок времени мы можем естественно уменьшить так как материала мы также можем получить с разных и винтов и например у торговки у торговки они тоже периодически появляются и пускай в небольшом количестве но можно покупать за ресурсы поэтому это все дело еще можно ускорить боевой шлем феникса доступный достаточно доступный можем получить его с у стражей святых мест это хроны которых мы бьем на светилищах с которых выпадают руны также оттуда могут достаться нам эти чертежи на данный шлем лагеря варваров во русская крепость все в принципе все это находится на обычной карте это нейтральные юниты из них мы можем достаточно легко получить этот шлем если же если же мы не можем его получить нас есть альтернатива сейчас мы не перейдем ну по какой причине знаю бог рандом у вас не любит вам это дело не упадает 2 хп даст нам этот шлем в целом хп либо защита для пехоты ребята сразу хочу немножко разграничить и высказать свое мнение показатель защиты и здоровья при шмоте мы будем расценивать по таким критериям самое главное это больший процент то есть если мы имеем больше процент например защиты при одной шмотке доступный а при шмотке который который даст нам здоровье процент будет меньше то мы наверное более профитно будем рассматривать именно защиту тоже профит процент больше дело тут немножко непростое потому что опять же это вечный вопрос здоровье защита когда здоровье много хорошо но без защита она тоже ну типа никуда не годится потому что защита должна быть еще один критерий как мы будем выбирать защиту либо здоровье чем если у вас больше больше защиты если у вас полученный показатель защиты у юнитов то наверное шмота стоило бы рассмотреть при большем проценте аналога шмотки со здоровьем именно здоровье если же наоборот если например ваш юнитов и там у цивилизации всего прочего большие показатель здоровья чем защиты то шмотка если имеет больший показатель защиты должна присутствовать наверное вашем базовом наборе как-то вот примерно вот так но с другой стороны выбираем все что максимум профитно и защита и здоровье будет нам полезно боевой шлем феникса про него рассказал альтернатива ему достойная только из того ценового сегмента который мы рассматриваем то есть это белый синий и зеленый шмот это боевой шлем экспедиции боевой шлем экспедиции недавно был добавлен в кариольский кризис недавно появился появился от шмотка в целом и она тоже мега доступная шлем у нас этот синий в крафте соответственно чуть подольше чем зеленый но в принципе очень доступный и боевой шлем экспедиции даст защиту нашей пехоте 2 процента то есть как я и говорю здесь разницы особо нет либо 2 хп от шлема феникса либо две защиты от боевого шлем экспедиции но например если вот ну не достался вам не знаю шлем феникса то вы в принципе можете спокойненько в событии криольский кризис за монетки купить чертежи сделать его поэтому это альтернатива и и я выделяю как достойным также для пехоты из доступного нам шмота из базового набора есть железный шлем он белый но он дает атаку пехоты дает три процента но это так атаку мы не будем рассматривать как основной показатель нужный для пехоты далее мы переходим с вами к нагруднику нагрудник пехотинца представлен у нас в базовом наборе от фриги и нагрудник пехотинца дает нам 2 процента защиты опять же это хорошо это не атака это не здоровье было бы здоровье тоже было бы хорошо нагрудник пехотинца мега доступен получить мы его можем в заданиях задания которые выполняем там есть на кузницу в общем он мега доступен задание вот эти ежедневные либо же поэтапные вот где-то вот там вот в углу если вас игра включена там есть такая кнопочка задание вот либо же можем купить чертежи на перекладном пункте то есть прикладной пункт когда заходим к торговке там периодически продаются вот эти вот так сказать дешманские доступные нам чертежи но мега полезные ребят нагрудник 2 процента защиты из аналогов из альтернативы по нагрудникам опять же синего зеленого либо белого цвета у нас особо нет на пехоту есть тяжелая броня командира которая даст 3 процента атаки она синяя она доступная выпадает она тоже в заданиях за выполнение заданий на то есть мега доступная но атака для пехоты даже 3 процента будет хуже чем 2 процента защиты ее не рассматриваем и не ставим дальше мы переходим к посоху вот с посохом с пушкой с оружием у нас как раз таки есть очень хорошие интересные альтернативы посох заблудших я ставлю в базовый набор потому что это мега универсальная штука которая может работать у вас не только на пехоте вы можете и если у вас нет ничего лучше поставить и на любой тип войск то есть посох заблудших дает всем войскам защиту пехоте из и стрелкам он даст 5 процентов а вот кавалерии 3 процента соответственно пост очень универсален и легко добывается добывается в закатном каньоне за нападение на оппонента нам выпадают сундуки оттуда мы можем получить как раз таки вот этот пост заблудших я думаю что у всех полно чертежей если лучше если вы участвуете постоянно в каньоне поэтому ну типа он базовом наборе и он очень доступен универсален даст нам пять процентов защиты для пехоты это мега круто это мега классно и лучше это можно придумать но нужно ли нам это на самом деле из доступного под словом лучше да но это не лучше это альтернатива мы можем использовать либо благословенный клинок это зеленый клинок который недавно появился вы винтия баллада и она но тут не меня небольшой вопрос когда вам выпадет от клинина клинок мы пока еще не знаем как часто у нас используется бал не используется будет включен и мин баллада и она то есть она еще была только один раз после обновления и в целом но я думаю что оттуда он выпадает но богословенный клинок дает нам четыре процента здоровья то есть это не защита это ну как бы здоровье но она на 1 процент меньше поэтому опять же посох заблудших по этому критерию попадает у нас вот в этот базовый набор который представлен у вас перед глазами на экране далее далее в альтернативу у нас попадает щит хранителей врат вот он уже дает здоровье и как раз таки пять процентов то есть сопоставимо с 5 процентами защиты у посоха заблудших но щит хранителей врат мы можем получить с лагеря варваров я не хожу на них я не знаю как это часто падает вообще оттуда насколько он ну типа прям очень доступен но я думаю он доступен он выпадает но опять же посох войдет у нас и входят и стоит сейчас схеме базового набора потому что он выпадает с каньона вообще на изи просто если вам нужно здоровье делаете посох сначала да и потом ходить и на лагеря варваров и выбивать оттуда как раз таки от щит на здоровье потом разберете посох если вам нужно сделайте себе щит на здоровье если вам здоровье опять же важнее это как альтернатива действительно хорошая альтернатива может вам сразу выпить может не сразу это ведь рандом тут не угадаешь далее в принципе из-за пушек из оружия мы ничего рассматривать не будем потому что дальше нас уже идет как раз таки лига фиолетовая и золотая что для пехоты у нас ну и вообще в целом для базового набора не будет подходить переходим с вами к по нуждам изгнанника тоже очень доступный предмет дает он нам три процента защиты опять же очень прилично очень приятно выпадает также закатным каньоне поэтому относится к разряду мега доступных предметов кует соответственно тоже быстро синий проблем никаких нет 3 процента защиты одеваем и ходим довольны и улыбаемся с тем бустом который можем получить из поножный я сейчас прочекаю но по моему да на есть только атака пехоты на 2 на 2 процента то что она следопыты которые мы не будем рассматривать потому что для пехоты будем рассматривать как я уже много раз говорил показатель либо защита здоровья так она вас не особо интересует это менее полезный показатель но и в целом все то есть из доступного ничего мы больше придумать не можем по поножным и дальше мы заходим уже с набором это набор ветра это перчатки и башмаки ветра перчатки дадут нам один процент хп башмаки нам дадут один процент защиты все что нам нужно но также мы еще с каждого предмета получим по три процента скорости и еще бонусом от синергии данного набора мы получим два процента атаки опять же атаку не считаем полин как бы основным показателем самым главным но здесь она выступает как бонус поэтому это все будет работать это все будет полезно и будем считать что базовый набор это дело у нас подходит по башмакам и перчаткам сейчас быстренько пройдемся по перчаткам у нас есть нитяные перчатки белые они вообще делаются вот так вот по одному щелчку нас почешем вот и продолжим по одному щелчку они дают защиту пехоты два процента да то есть как бы тут один процент от перчаток но опять же от синергии от набора мы еще получим скорость как бы да то это когда они стоят в наборе вместе но они дают и без набора скорость но они же у нас стоят здесь мы получим три скорости да и две атаки то есть мы получим три процента различных здесь мы получим три скорости и два атаки и как бы на один процент меньше но тут у нас хп а на нитяных перчатках защита поэтому сто процентов пропит профит не я буду считать набор ветра даже пускай с атакой и скорость но он будет профит не гораздо чем несиные перчатки так и наверное так есть у нас еще синие песни святого но там на пехоту вообще ничего и не предложили и есть у нас кожаные перчатки зеленый и они дадут защиту пехоты 1 процент опять же менять не стоит потому что сет нам даст больше пользы гораздо по башмакам а у нас есть башмаки благоговения доступны они в балладе и она но они дают опять же нам атаку пехоты 2 процента и и мы не рассматриваем эти два процента мы просто получаем бонусом от сетапа вот этого вот набора так дальше у нас атак кавалерия атака стрелков защит руков да все по башмакам тоже ничего лучшего мы не придумаем чем башмаки ветра ребят вот такой получился набор базового на базового снаряжения базового шмота для free-to-play игрока а я пост постарался проанализировать выделить самые полезные вещи очевидные по именно этому набору сразу хочу сказать то что если вы не пользуетесь такими наборами то вы очень сильно ущемляет себя в профитности посмотрите сколько в общей сложности мы получили от такого набора который очень доступен просто пользы для своего отряда 63 дня крафта это все вместе но опять же повторюсь это без тех ресурсов которые вы можете получить за ивенты либо купить у торговки либо еще где-то да там в кафканьоне мы постоянно получаем реза 63 дня крафта это будет гораздо быстрее если вы активный игрок 3 процента хп 2 процента атаки 11 процентов защиты 6 скорости ребят я считаю что здесь мы просто получаем мега-мега boost я думаю каждый может очевидно заметить что вот такие показатели будут намного лучше чем вы выйдете просто голеньким в поле на этом свое видео буду заканчивать если она вам понравилось обязательно ставьте лайк и пишите комментарий хочу хочу шмот да нет давайте так хэштег шмот на пиху шмот на луков шмот на коней и после этого если вы напишите много комментариев и действительно хотите базовый набор для free to play игрока по луком и по коням обязательно в ближайшее время это видео выйдет с вами был фриги всем хорошего на строения не забудьте подписаться поставить лайк ну все это вот требуху ютуберскую всем хорошего настроения